Болгарская народная сказка Молодец со звездой во лбу и его рогатый конь Жил когда-то на свете добрый и работящий человек. Была у него жена, красивая, как маков цвет, а вот детей не было, и он сильно горевал об этом. Всякий день в его дом заходили путники из дальних краев. Хозяин радушно принимал гостей и оставлял ночевать, а хозяйка хлопотала у печи, чтобы угостить их на славу. Но однажды вечером в гостеприимном доме не оказалось ни одного гостя. Вышел он из дому и принялся смотреть, не покажется ли какой-нибудь запоздалый путник, но дорога оставалась безлюдной. Вдруг из мрака вышел старик с бородой до пояса, приблизился к нему и говорит, «Добрый вечер, сынок!» «Добро пожаловать, дедушка!» – ответил хозяин. «Ежели ты не торопишься, заходи к нам переночевать, а завтра утром продолжишь свой путь!» «Вот спасибо!» – обрадовался старик и вошел вслед за добрым человеком в его дом. Хозяйка от души приветствовала гостя, потом засучила рукава и приготовила вкусный ужин. Утром седобородый старик поднялся рано и тронулся в путь. Хозяин пошел проводить его до околицы. Когда стали прощаться, старик вынул из своей котомки красное яблоко и стальную саблю. подал гостеприимному человеку и сказал, «Когда придешь домой, раздели это яблоко пополам. Одну половину съешь женой, а другую разрежь еще на две части и дай съесть двум своим яловым кобылам». «Через девять месяцев у вас родится чудесный мальчик со звездой во лбу, который станет самым могучим богатырем на всей земле. Кобылы же родят по жеребенку, одна обыкновенного, а другая рогатого. Ходи за этим коньком и береги его пуще глаза своего, потому что на нем будет ездить твой сын. «Возьми эту саблю, храни ее, а когда сын подрастет, отдай ему, но скажи, что только он сам может вынимать ее из ножен. Ежели эту саблю обнажит чужая рука, то твой сын тот же миг умрет. Ну, а теперь прощай». Вернулся гостеприимный человек домой и сделал все так, как и наказывал ему старик. Пришло время, и на белый свет появился мальчик со звездой во лбу и рогатый конек. Когда мальчику исполнилось пятнадцать лет, он начал ходить на охоту в горы и леса и всякий раз возвращался с богатой добычей, с живыми сернами и оленями, а один раз приволок домой даже медведя. К тому времени по селу разнесся слух, что в городе появился человек невиданной силы. Он мог разломить сразу две лошадиные подковы. Юноше захотелось поехать в город и посмотреть на этого силача. «Что ж, поезжай, сынок», — сказал отец. «Но сперва выбери себе одного из двух коней, которые стоят в конюшне». Юноша вошел в конюшню, поглядел на коня, у которого не было рога, схватил его за хвост, повертел над головой и выбросил во двор. Потом подошел к рогатому коню, схватил за хвост и попытался поднять, но конь не шелохнулся, словно прикованный к своему стойлу. «Вот этот конь по мне», — сказал юноша, вскочил на него и поехал проститься с родителями. Когда отец увидел, что сын выбрал рогатого коня, то очень обрадовался и вспомнил про саблю, вынес ее из дома, подал сыну и передал наказ седобородого старика. Юноша поцеловал руку отцу с матерью и тронулся в путь. Ехал он, ехал и, наконец, доехал до города, где жил прославленный силач. Отыскал он силача в одной кузнице. «Хочешь, померимся с силами?» — сказал молодец со звездой во лбу. «Что ж, давай!» — согласился силач. Взял он пару новых подков и сломал их, будто не подковы это были, а сдобные крендели. Тогда молодец, не сходя с коня, протянул руку и взял три подковы, сложил их вместе и разломил, даже не поднатужившись. Поклонился ему до земли прославленный силач и сказал, «Признаю, что ты сильнее меня!» А молодец тронул коня и поехал прочь, искать других богатырей, чтобы помериться с ними силой. Долго разъезжал он, спрашивал, расспрашивал, всех встречно, не слышали ли они о каких-нибудь могучих богатырях. Наконец, сказали ему, что далеко в горах живет черный человек, которого никто не может одолеть. И молодец со звездой во лбу отправился к нему. Как только рогатый конь перескочил через ограду дома, где жил черный человек, тот выбежал во двор, вскочил на вороного жеребца и закружился, как вихрь. — Зачем пожаловал сюда? — закричал черный человек. Тут молодец выхватил саблю и со свистом взмахнул ею. Шарахнулся назад черный всадник, поглядел на саблю и рогатого коня, а потом спешился и преклонил колени пред молодцем. — Признаю тебя богатырем над богатырями, — сказал он, — и готов все для тебя сделать. Поднялся с колен черный человек и тут же превратился в пригожего белолицего юношу. Молодец вложил саблю в ножны, слез с коня и вошел вместе с хозяином в белый дом, где слуги и готовили им богатый ужин. Ели, пили, веселились богатыри и, наконец, побратались. Черный человек, который теперь стал белым, начал похваляться, какие дикованные вещи он может делать. — Я на три оршина сквозь землю вижу, — сказал он, — еще я могу оборачиваться медведем, козой или ослом. — Это все пустяки, — сказал молодец и спросил. — А еще что ты умеешь делать? — Когда приложу ухо к земле, могу услышать все разговоры на свете. — Вот это здорово, — сказал молодец. — А теперь, побратим, пришло нам время проститься. — Будь здоров, побратим, добрый час. — А когда же мы снова свидимся? И как мне узнать, что ты жив-здоров, и ничего худого с тобой не приключилось? — Видишь этот цветок, — ответил молодец. — Моя мать посадила его в тот день, когда я родился. Вырос стебелек, а на нем распустились два цветика. Ты возьми себе один цветок, а у меня останется другой. Когда увидишь, что цветок увял, знай, что меня нет в живых. Сказав это, молодец скачал на коня и помчался стрелой. Долго он носился по лесам, горам и зеленым долам и везде спрашивал, не встречали ли люди богатыря над богатырями, с которыми он смог бы помириться с силой. Но никто не знал такого богатыря. Подъехал молодец как-то раз к глубокому озеру и только хотел напоить своего коня, как вдруг из домика, что стоял на другом берегу, выскочил человек с огромным брюхом. — Эй, ты! — закричал пузатый. — Убери коня, чтобы не смел он мою воду пить. Целую неделю ждал, пока реки наполнят озеро, чтобы напиться в досталь, а ты лошадь сюда на водопой привел. С этими словами пузатый человек наклонился и одним духом выпил все озеро. Увидев это, молодец очень удивился, сошел с коня и завел беседу с пузатым человеком. Скоро они подружились и даже побратались. На прощание молодец дал своему названному брату второй цветок, рассказал о его чудесном свойстве и уехал. Конец первой части. Часть вторая. Ездил он, ездил по свету, и, наконец, рогатый конь привез его в одно глубокое ущелье. Посреди ущелья стояла высокая башня, крытая золотой черепицей. «Здесь, наверное, живет какой-нибудь знатный человек», подумал юноша и постучался в запертые ворота. Постучал один раз, второй, третий, потом заглянул через ограду и увидел, что по мраморной лестнице спускается писаная красавица, одетая в шелк и парчу, а на пальцах у нее сверкают перстни с драгоценными камнями. Подбежала она к воротам и отворила их. А когда подняла глаза и увидела молодца, слезы так и покатились по ее щекам. «Почему ты плачешь, красавица?» спросил молодец. «Как же мне не плакать, добрый молодец, ведь я пленница злого разбойника, я царская дочь. Был у меня жених, но в день свадьбы разбойник ворвался во дворец, убил моего жениха, а меня привез сюда». «Не горюй, красавица!» сказал молодец. «Увидишь, как я расправлюсь с ним». А разбойник в это время возвращался домой с охоты. Он еще издалека заметил, что какой-то всадник разговаривает с его пленницей. разгневался разбойник, вспыхнули огнем его глаза, погнал он своего коня. Но как только они съехались с молодцем, тот замахнулся своей саблей и рассек под ним коня на две половины. Свалился разбойник на землю, замахнулся молодец во второй раз и поранил злодея на месте. Увидев, что злодей убит, царевна бросилась навстречу победителю и со слезами на глазах обняла его. Остался жить молодец в башне с красавицей царевною. Мало ли, много ли времени прошло, только проведал царь, что разбойника уже нет на свете и решил выдать свою дочь за князя. Послал царь к дочери гонцов, но она не захотела вернуться во дворец, сказав, что уже замужем и слышать не хочу ни о каком князе. Разозлился царь и стал думать, как бы ему погубить молодца со звездой во лбу. Но никто из его приближенных не осмеливался вызвать на бой такого богатыря. Но вот однажды во дворец пришла колдунья, хитрая, как лиса. «Я берусь погубить молодца и вернуть тебе дочь», сказала она царю. «Но какую ты мне дашь за это награду?» «Я дам тебе целый мешок золота», пообещал царь. Переоделась колдунья нищенкой и пошла к башне, где жили молодец с царевной. Как раз в это время молодец был на охоте. Постучала колдунья в ворота. На стук вышла красавица царевна. «Пожалей меня, доченька», взмолилась лукавая колдунья. «Нет у меня в доме ни кусочка хлеба. Дай мне чего-нибудь поесть». У царевны было жалостливое сердце. Вынесла она из дому целую корзину с хлебом, плодами и печеным мясом. Подала ее нищенке и сказала, «Когда тебе, бабушка, опять нечего будет есть, приходи ко мне. Я часто сижу дома одна, скучаю и покормлю тебя, и поболтаем мы с тобою». На другой день колдунья выждала, когда молодец уедет на охоту и снова пришла к царевне. Так и стала к ней каждый день наведываться, да обо всем расспрашивать. Подружились они с царской дочерью. Однажды ведьма спросила, «Скажи-ка, милая, а нет ли у твоего мужа тайн от тебя?» «Нет», — ответила царевна. «Тогда спроси его, в чем скрыта тайна его жизни». Вечером царевна собрала мужу поужинать и спрашивает, «Почему ты не сказал мне, в чем скрыта тайна твоей жизни?» «Потому что со мной тогда может случиться беда». «Прошу тебя, скажи мне», расплакалась царевна. «Ну не плачь, так и быть, открою тебе тайну моей жизни. Она скрыта в сабле, которая висит у меня на боку. «Покуда я сам вынимаю саблю из ножен, буду жив и невредим. Но если кто-нибудь другой ее вынет, я в тот же миг умру. Только ты никому этого не рассказывай, меня легко могут погубить». Но царевна не умела хранить тайны и на другой же день колдунья узнала обо всем. Вечером она попрощалась с царевной и вышла за ворота. Там она мяукнула три раза, обернулась кошкой и прошмыгнула через подворотню обратно. Потом тихонько прокралась в башню и спряталась там, под кроватью. Ночью молодец снял саблю, повесил ее на стену и лег спать. Колдунья вылезла из-под кровати и снова обернулась старухой. Схватила саблю, вынула из ножен и выбросила из окна в озеро. В тот же миг молодец перестал дышать. Заплакала царевна, когда наутро увидела, что молодец лежит бездыханный. А колдунья тем временем вернулась обратно и рассказала обо всем царю. Обрадовался злой царь, вызвал полк солдат и поехал за дочерью. Окружили солдаты башню, но тут выскочил из ворот рогатый конь. Поднялся он на дыбы и начал бить царских солдат копытами. Валит их на землю, топчет, никого в башню не впускает. Как раз в это время названные братья молодца заметили, что цветики, которые он им подарил, увяли. Нашего побратима уже нет в живых, подумал каждый из них и стал готовиться в путь. Собрались они вместе и решили узнать, что случилось. Тот, который мог слышать все, что на свете говорится, приложил ухо к земле и услышал, как колдунья говорит царю. Только я вытащила саблю из ножен, он сразу и перестал дышать, а саблю я забросила в глубокое озеро за башней. Сели побратимы молодца на двух больших горных орлов и полетели к башне. Орлы перелетели через горы и опустились на берегу озера. Кузатый человек наклонился и одним духом всю воду из него выпил. На дне озера заблестела обнаженная сабля. Первый побратим взял ее и побежал по мраморной лестнице в опочивальню, где лежал молодец. Отыскал там ножны и как только вложил в них саблю, молодец стал дышать. Открыл он глаза, тут же вскочил на ноги, схватил саблю и побежал на помощь коню. А в это время рогатый конь продолжал храбро бороться с царскими солдатами, не пуская их в башню. Как только засвистела сабля богатырская над головами солдат, так они и рассыпались во все стороны, словно спугнутые цыплята. Но молодец не стал их преследовать, а взял в плен только царя и колдунью и наказал их по заслугам. Конец. Вот такую интересную сказку мы сегодня прослушали в нашей литературной гостиной о том, что как бы ни был сильным человек всегда важны люди, друзья, близкие, которые придут на помощь в трудную минуту и помогут. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok